Я хотел бы перейти к вопросу. Нет ли опасений у Москвы из-за председательства Армении в Евразийском экономическом союзе в 2024 году на фоне напряженных в отношении этой страны с Россией? Хотя ранее ее премьер-министр Пашинян заявлял, что ЕАЭС – это именно экономическое объединение, которое не должно иметь какой-то политической составляющей, но все равно происходят частые выпады Еревана в отношении Москвы. Вы знаете, взаимодействие России с армянской страной в рамках Евразийского экономического союза строится на прагматичной взаимовыгодной основе. Вы посмотрите, с года в год наблюдаются высокие темпы роста экономических показателей самой Армении. Мы видим, что Ереван получает значительный дивиденд от своего участия в союзе. Несмотря на некоторые неоднозначные заявления, о которых вы же сказали сейчас, представители республики, мы с нашими армянскими партнерами, равно как и с остальными государственными членами ЕАЭС, выстраиваем конструктивный деполитизированный диалог. С 1 января председательство в органах Союза, как вы опять же отметили, приходит к Армении. Премьер-министр этой страны, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического союза 25 декабря в Санкт-Петербурге, заявил о нацеленности Еревана на полномерное выполнение задач в рамках ЕАЭС в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем настрой наших партнеров, вот именно такой настрой на дальнейшую плодотворную работу, направленную на укрепление и развитие евразийской экономической интеграции. Благодарю вас за ответ.